ребят всем привет сегодня мы находимся на детской выставке игрушек соседка наша в доме подсказала кати что сегодня пройдет выставка детская на пажо и мы сюда приехали с детьми вот посмотрим что здесь творится поснимаем что-нибудь интересненько поделимся с вами но здесь очень так людно я посмотрел посмотрите вон игрушки всякие различные представлены производителями и тут больше всего похоже как на какую-то ярмарку что ли получается сейчас я найду над своих ребятишек с женой вон они кстати мы сегодня не одни к нам приехала на выходные лена со своей семьей подписчикам привет вашим передать привет подписчики славян и моя привет я в шоке мы заплатили 25 юаней чтобы вот это купить со скидкой а на рынке это стоит гораздо дешевле на рынке это не мы вот такие брали на рынке за 50 это стоит 99 а вот такие еще меньше значит это поменьше в мини-со кстати такие же игрушки я видел ника 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 поздоровайся с ребятами ника ника посмотри сюда говори как давай тоже привет привет ходим мы находимся на выставке детской продукции здесь игрушки здесь товары для детей здесь постельные принадлежности и так далее много много товаров знаешь на выставку вот я сказал уже как бы не похоже это больше выглядит как будто бы ярмарка какая-то до распродажа очень много народу и как бы это покупает вода китайцы то что это ажиотаж какой-то идет но здесь очень много таких известных популярных брендов как фишер прайс потом тут еще и под велся видел под джимбари и так далее очень много популярных брендов и разные розыгрыши от них организуются разные скидки лен пойдем где продавец я решила купить машинку максу есть юанин стоит машинка под вилс не знаю дорого это или нет это игрушка выбрала а нас таким ветром не пустят скажут давайте давайте видимо иностранцев здесь очень мало и вот подошли к нам тут ребята хотят интервью взять короче лену прессует ли она не хочет интервью давать как я понял мы отсюда без подарочков не уйдем он катя уже с какими-то подарочками идет катя что за подарочки у тебя поймали и сказали это типа они рекламируют детское обучение известный бренд и подарили нам такую штучку мат для рукоделия для рукоделия это бесклассно это что? а ты что взяла то подождите ну нельзя же брать так раз и все надо спросить хотя бы спрашивают у нее там очень интересное место как гимнастический кружок развивающий центр находится он в центре на зданию даун но все классно и у них такой интернациональный вот этот кружок но нам очень далеко ездить туда там что спортивный какой-то кружок? да спортивный кружок там они гимнастикой занимаются и развивающие занятия разные проходят в общем ребята отдел представляющие матрасы и детскую мебель вот допустим кроватка такая обшитая чтобы голову себе не разбить а что так дорого? если ты покупаешь это все за 15000 юаней матрасы тоже тебе едут вот этот матрас подарок да? вот этот и этот и этот сет ну ты же понимаешь что 15000 юаней это же не дешево это не дешево но ты знаешь она такая прикольная ну это на наши рубли то переведи это 140 примерно тысяч рублей кроватка ты думаешь это дорого да? это дорого это просто ну нереально дорого я видимо уже пожила в Китай и как ты понимаешь что хорошая одежда не бывает но дорого но она оригинальная но она прикольная она качественно сделана там лестница и так далее но ребята 15000 юаней за такой набор я думаю что это дороговато что ты скажешь от такого изобилия игрушек? а? где? стой тебе нравится столько много игрушек? ты бы все забрала бы их домой себе? да? да? молчит блин как партизанка Майя это маленькие детки играют Майя как тебе игрушки нравятся? ты наверное бы все тоже забрала бы их домой да? да малюш купим такую игрушечку? да нравится? да я так хочу что они это вообще у тебя личка такая маленькая да? посмотри на эту школьницу смотри как она с удовольствием играет страшный какой клоун точно не детский это что-то касается технологии на коляску крепится вот эта штука и возможно она как-то танкует на него на ребенка я так понимаю судя по видео вот типа больше да фильтрует воздух ряд и направляет воздух прям вот на ребенка на ребенка а взрослым дают нет? нет ну да конечно и взрослый сканирует парень а что нужно сделать? сканируешь QR-код и они дают брелочки брелочки это массажер для глаз это массажер для глаз да 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 массажер сколько? дошел все а дай попробовать ну давай попробуем попробуем это подожди я камеру держу ты мне дай нормально я буду держать кайфово ничего пока не происходит я ничего не вижу девчонки голые можно я массажер? нет 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 пошутил макс говорит дайте я посмотрю короче виски сейчас массируют ника иди ко мне я тоже хочу попробовать а вот греет сейчас греет сейчас гадислава поделать короче начала с висков короче да и сейчас прям глаза массируют какая-то микро вибрация они шевелятся да? нет мне кажется тебе все это кажется? прикольно как выключить? сюда? я не знаю как выключить сними просто дайди я попробую я тоже гоню ну как? ле вообще ну что берем нет? или может ходим прям в очках да только мне ничего не видно да сможешь убежать прям в очках? ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Оля, ты на пианинох хочешь играть или танцевать больше? Танцевать. Обучение у них стоит 6800 юаней за 80 уроков. Это примерно 3-4 месяца обучение стоит 6800 юаней. Сколько? За сколько? 6800 за 80 уроков. А где у нее глаза у собаки? Где? Вон она. Давай, вставай быстренько сходы. Майя, смотри, смотри, все. Майя, ты чего? Майя, ты чего делаешь? Расстрогалась. Мужика обнимаешь тяжелую. Да. Пойдемте. Майя, пошли. Я вообще прикалываюсь. Майя. А также фотостудии тут у них представляются художественные. Смотрите, какие фотки прикольные. Торфея. 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 Чего там у них отсюда? Вон! Он что, варится? Полина говорит, что, варится? С лимончиком, да, там, с ромашечкой? Да, вон варится! Я целью! Ха-ха-ха! Х, давай! Х? Х, И! 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 Чьё, мне WW news! Чьё... Чьё, на арку. Да, да, это было. Чьё, совсем хорошо, да? Поля, ты раскрасила, смотри как это. Красиво. Очень-очень много народов. Мама нам купила конструктор по тобой. Мы ее идем, поедем. Довольны? Мама, мы пока жире половим, пока мы с тобой. Подари, мы уже все ухудем. Пока мы кончаем. Пока. Пока. Все. Нет, ну еще таки немного гостей. Будем еще снимать же дороги. Вообще мы сегодня планировали пойти в парк с ребятишками. Но погода была сегодня плохая, идет дождь. Да, но и тем более нам посоветовала знакомая китаянка. Сказала, что здесь будет интересно, будут детские площадки организованы. Но, если честно, для нас, для русских, как бы, такое время провождения с детьми, немного непонятно. Здесь, да, именно? Да. Ну, то есть, они тут покупают что-то. Что-то там это... Причем хапают все подряд. Ребят, смотрите, кое-что хочу вам рассказать. Первый раз, когда мы приехали в Гуанчжоу на выставку, кантонскую, осенняя выставка была. Мы приехали в октябре, 15 октября. И первое место, где мы остановились, это поближе, естественно, с кантонской выставкой. Вот это здание, там мы в хостере с Катей ночевали, жили около пяти дней примерно. И вот, в принципе, было удобно, то что кантонская выставка рядом. Вот это здание начинается, вот этот именно блоки, вот эти пошли через дорогу, мост ведется. И вот за этими кустами там большие, большие два блока выставки. То есть, удобно жили недалеко от выставки. Вот, смотрите, какая обезьянка. Смотрите сюда! Чувак, который стоит в костюме обезьяны, оказалось, он фотается только за деньги. Ребят, первый раз такое вижу в Китае. То есть, у него QR-код на груди висит, отсканируешь, и можно, видимо, платить через WeChat. На обратной стороне его фотографии, и написано 20 юаней. То есть, видимо, за 20 юаней можно сфотографироваться с данной обезьянкой. Банда? С такой бандой мы гуляем. Да, с такой бандой мы, ребята, гуляем. Лена поехала делать свои дела. Будем говорить, какие дела? Нет. Не будем говорить, какие дела у Лены. Это пускай будет сюрприз. В общем, прошлись мы на ярмарке детских товаров и услуг. На ярмарке были показаны игрушки, различные в сферу услуг. То есть, там даже были родильные дома, я так понимаю, да? Какие-то фирмы, бассейны, обучающие всякие там программы, школы, музыкальные школы и так далее. В общем, сильно людно. Короче, мы оттуда вышли. Ну, не с пустыми руками вышли. Купили конструктор. Купили конструктор детям. Есть машина, нет? Есть машина, нет? Есть, нет? Идем? Нету. Идем, потихонечку идем. Не бежим. Идем. Есть машина. Есть машина, все. Сейчас у нас будет ребенок. Так, стоим и смотрим, куда смотрим. Смотрим, куда? Куда? Куда смотрим-то? Пусто. Пусто направо. Пусто направо. Все. Нету никого. О, ребята, вообще тяжело. Горло уже прямо вообще болит с этой бандой. Были мы здесь уже разочек. Это гостиница Шангрелан. На территории этой гостиницы есть детская зона, то есть качели, площадка очень удобная. Иногда в теплые деньги надувают батут даже. Шангрела – это сеть гостиниц во всей Азии, то есть очень большая сеть. Посмотрите, как здесь красиво, все масштабно так сделано. Такие строения. Это международный выставочный центр. То есть здесь много-много иностранных туристов приезжает. Это построили новый район. Называется… Да, там гардены. Да. Это санкция метро Вен Шанвэй. И прямо это такой интернациональный район. Ну там реально очень много иностранцев живет. В том числе и русскоговорящих очень много. Поэтому многие, кто приезжают в Гуанчжоу, многие любят селиться здесь. Потому что приятное место. Находишься всегда в интернациональной среде. Все, ребята, мы дошли до Шангрелы. Пойдем внутрь. Мы в замке настоящий. Опа, огромный такой. Кто? Замок. Замок огромный? Какая королева. У нас слива. Вот чем много. Смотрите, какой красивый фонтан. С лотосами. я так понимаю вы по этим камушкам пройтись хотите но ты первый но теперь тебе понравилось посмотрите какая лужайка красотища ты куда полез музеев-то ушло даже не весь обед Ребят, смотрите, какой мы аттракцион устроили на неработающей тарзанке Тарзанка там закреплена цепью и замком Хотели покататься, но обнаружили для себя вот такой аттракциончик Дети по очереди качаются Еще вот так вот делают, подпрыгивают Ну-ка, дай-ка покажу Ну-ка, подпрыгивай давай Вот так вот, аж Майя подкидывает ее, отрывает аж от земли Раз, два, три Раз, два, три Детям сказали, что такое эхо и на протяжении всего этого перехода Мы знакомились с этим словом Что такое эхо? Ребят, мы короче решили прокатиться на трамвайчике И Макс говорит, ни разу на трамвае в Гуанчжоу не ездил Я только в Гонконге ездил Цветы живые, нет? Да, цветы живые Рассчитываться можно в таких трамвайчиках, вот такими картами Которые можно приобрести именно в метро По ней можно двигаться на автобусе и на метро Сегодня здорово, нету дымки вот этой, как обычно, в Гуанчжоу Видимость очень хорошая Посмотрите, вот там центр Именно вот там центр Гуанчжоу А вот и наш трамвайчик пришел Рубль два Мы спросили, что насчет билетов для детей Он сказал, что не нужно детям покупать билеты Мы заплатили только за взрослым и без плана Какая красивая башка Какая красивая башня, Грибная А ты же видел ее уже, нет? Нет Нет Все, ребят, мы в центре Вот она наша башня кантонская А вот там центр Это стадион Здесь причал, можно покататься на теплоходе По Метчужной реке Вон там виднеется библиотека Вон там опера, вот эта вот И все Здесь, кстати, красивый гарден Сразу же рядом с кантонской башней Мы, кстати, туда залазили Прям на крышу Делали фотографии Но на тот момент мы еще не снимали ничего Вон там стеклянные вот эти вот кабиночки И вы там катались? Да, они вон, если ты присмотришься Они потихонечку двигаются Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!